Радио «Вера» представляет Пророк Иоэль жил в Иудее в V веке до н.э. Сведения о нем крайне скудны. Как полагают ученые-библеисты, Иоэль был знаком с Иерусалимом, с особенностями храмового служения. По преданию, Иоэль — первый библейский пророк, оставивший после себя запись своих проповедей. Книга пророчеств Иоэля начинается с описания бедствий постигших Израиль. Не урожая, нашествие саранчи и голода. В этот час пророк призывает жителей обратиться к Богу с молитвой о помощи. Устами своего пророка Господь обещает Израилю благоденствие. Это не только материальные блага, но и обещание послать к людям своего Сына Единородного. Среди других пророчеств Иоэля — предсказание сошествия Святого Духа. Оно воплотилось в день Пятидесятницы, когда апостолы, ученики Христа, получили дары Святого Духа и отправились на проповедь в разные уголки мира. Православная Церковь почитает Иоэля как пророка Божия и просит его «Моли Бога о нас». Святой мученик Уар жил в Египте на рубеже третьего и четвертого веков. Он был военачальником и тайным христианином. В то время гонения на христиан стали особенно жестокими. Но Уар, не страшась возможного наказания, часто посещал заключенных. По ночам он приносил узникам пищу, перевязывал их раны и ободрял как мог. Однажды в тюрьму после пыток доставили семь христианских учителей. Всю ночь воин проговорил с мучениками. На следующее утро осужденных повели на казнь. Уар не оставил их. Он присоединился к заключенным и вместе с ними пошел на Ишафот. Первых христианских мучеников называли по-гречески «мартирос», то есть «свидетели». Это люди, которые своей жизнью, пролитой кровью, свидетельствовали об истинности христианской веры. Часто их сравнивают с семенами, которые, упав в землю, не погибли, но дали обильные пышные всходы. Церковь обращается сегодня к мученику Уару и просит «моли Бога о нас». Преподобный Иоанн Рыльский, один из великих подвижников православия в Болгарии, родился в IX веке, неподалеку от современной Софии. Рано оставшись сиротой, Иоанн знал и нужду, и тяжкий труд, и несправедливые обиды. Где и когда святой принял иноческий постриг, осталось неизвестным. Двенадцать лет провел преподобный в дикой пещере, а затем перешел в Рыльскую пустыню и поселился в дупле дерева. Долгое время об отшельнике никто не знал. Но однажды встревоженное чем-то овечье стадо прибежало к пещере праведника. Вслед пришли и пастухи. Преподобный Иоанн ласково угостил путников, росшими неподалеку бобами. Все быстро насытились, и только один пастух из-под тяжка набивал бобами все карманы. По дороге домой он предложил товарищам перекусить. Каково же было их удивление, когда все стручки оказались пустыми. Раскаившиеся пастухи вернулись за прощением к старцу. С тех пор к преподобному Иоанну стали приходить больные за исцелением, а здоровые за мудрым советом. Вскоре рядом с пещерой святого Иоанна возник монастырь. За пять лет до своей кончины преподобный Иоанн Рыльский написал труд «Завет ученикам», ставший одним из памятников болгарской письменности. Мощи святого долго хранились на его родине, в нынешней Софии, а сейчас возвращены в Рыльский монастырь. Частица мощей преподобного Иоанна есть и в России, в городе Рыльске Курской области. Церковь почитает и прославляет преподобного Иоанна Рыльского как одного из столпов монашества и светоча православия на славянских землях. Мы обращаемся к праведнику. Преподобный Иоанн, моли Бога о нас. Блаженная Клеопатра была современницей святого мученика Уара. Она стала свидетельницей решимости и мужества воина, который добровольно присоединился к приговоренным казни христианам. Клеопатра с почестями похоронила его тело на своей родине, в Палестине. У Клеопатры был единственный сын Иоанн. Он служил в армии, совсем недавно получил офицерский чин. Но в одночасье юноша скончался. С горькими рыданиями Клеопатра обратилась к мученику Уару, моля о воскрешении сына. Спустя некоторое время она увидела во сне Уара и своего сына Иоанна. Оба они стояли в воинских одеждах, свинцами на головах, светлыми и спокойными лицами. Так Клеопатра поняла, что Господь принял ее сына в свое небесное воинство. Святая Клеопатра воздвигла церковь над могилами Уара и Иоанна, а остальное имущество раздала бедным. Оставшуюся жизнь она провела при храме, живя праведно и честно. Святые не столько посредники между нами и Богом, сколько живые носители истинного христианства, чья жизнь служит высоким нравственным примером. Они предстоят перед Господом, и Церковь обращается к ним, как к самолитвенникам. Сегодня мы просим святую Клеопатру, моли Бога о нас. Клеопатра